Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вас всегда ждут свежие обзоры на всё, что в игре появляется. И на продаже появились два тяжёлых танка Советского Союза. Коллекционная девятка К-91, который когда-то был премом, ну а теперь был переведён в коллекционке, его можно продать за голду, но не стоит этого делать. И объект 252У. Крайне, крайне спорная тачка и далеко не каждый танкист будет в восхищении от игры на данной машине. Данные танки продаются в составе набора, который я лично считаю условно пригодным к приобретению. Почему условно пригодным? По одной простой причине, потому что 17500 это нормальная объективная цена для обоих данных танков, ну и соответственно ничего уникального в этом наборе нет. Что хорошо? Хорошо, что к этим танкам есть легендарные внешние виды, прям великолепно, великолепно смотрящийся внешний вид на К-91, только огнегарбуна не хватает для пущей красоты. Ну и в отношении объекта 252У меня всегда восхищал данный легендарный внешний вид, потому что он не обладает чем-то в край удивительным, нет каких-то дополнительных обвесов и чего-то подобного. Но реалистичность прорисовки такова, что кажется, что вот эти вот выпуклые части действительно выпуклые. И вот это мне действительно всегда во внешнем виде этого танка нравилось. У меня нет этого легендарного внешнего вида, потому что своего объекта я покупал без такового, ну и соответственно одел в то, что было. Также сюда положили два набора по открытым слотам на каждую из этих машин и по грубым подсчетам это где-то в районе 3,5 миллионов серебра экономием, что в принципе неплохо. Есть Х5 в количестве 20 штук и на объекте 252У действительно сложно реализуемые, потому что машина неоднозначная в отношении качества ее применения. Ну а в отношении иксов на К-91, то вот здесь рукастый танкист действительно сможет неплохо их реализовать и круто поднять опыт экипажей. Я имею ввиду элитный. В отношении покупки танков по отдельности. Танки по отдельности, как вы видите, продаются, но я бы сказал, условно непригодно. Почему так? Потому что 12,5 тысяч за голый К-91 это просто-таки смешно, а 7,5 за объекта это объективно и нормально. По-честному, вот этого вот товарища в составе очень крутого набора несколько раз выставляли за 10 тысяч на продажу с легендарным внешним видом, дополнительными бустерами и подобной чепухой. И в целом за 10 тысяч эту тачку однозначно стоит брать, но только не в голом состоянии, уж тем более не за 12,5 даже с открытым всем оборудованием. Ну а в отношении объекта 7,5 тысяч для этого танка в принципе нормальная цена, потому что это вполне приемлемо годная восьмерка и на ней можно играть, если вы любитель советских танков. Если вдруг вы не знакомы с техническими характеристиками по данным машинам, то сейчас быстренько расскажу. По К-91 всегда нравился барабан этой машины, да-да ребят, это именно барабан на 3 снаряда со временем перезарядки 3,5 секунды и вот это вот всегда угнетает, ну хочется, хочется чтобы было хотя бы, хотя бы 3 секунды между снарядами, потому что 3,5 как правило приводит к тому, что ты не успеваешь нормально закинуть следующий или последний снаряд из магазина в своего соперника, который пытается отвалить. При этом всем крайне приятное время перезарядки барабана, по крайней мере для меня в 16,3 секунды. Также стоит отметить, что урон в 2697, будем говорить 2700 единиц, действительно реализуем, если вы привыкнете опять-таки ко времени перезарядки магазина. Стоит также отметить, что несмотря на то, что это советский танк, у него неплохой угол склонения орудия вниз минус 7 и за каждый выстрел вы накидываете по 350 единиц, что суммарно по барабану дает вам возможность накидывать грубо говоря 1050 единиц потенциального урона средняком. Также стоит отметить, что время сведения 3,7 играется плюс-минус комфортно, а разбос вполне себе приемлемый. Короче говоря, по орудию, да и в принципе по всем остальным показателям, К-91 действительно приятная, классная и я бы не сказал, что сильно легко, но все-таки реализуемая тачка на своем девятом уровне и, как я уже сказал, подкачивает только время перезарядки снарядов между собой в магазине. По объекту 252У. В основном меня всегда смущало две вещи. Первое, странное бронирование. Вот здесь броня есть, приведенная, классная, хорошая, то же самое касается башни, башня сплюснутая и в целом танковать можно. Но блин, только ты остаешься где-то на открытом пространстве, танкуй, не танкуй, как бы ты вот так вот не делал, это нифига тебя не спасает, потому что есть огромный, огромнейший нижний бронелист, который прям торчит. Торчит, как свиной пятак напротив твоего соперника, который абсолютно спокойно пробивается всеми, да, в принципе, его пальцем проковырять можно абсолютно спокойно. Ну и второе, то, что меня всегда смущало, это один показатель по орудию. Это 13,2 секунды перезарядки. Ребят, 13,2 для восьмерки, пускай даже 420 единиц альфы, но все же это, грубо говоря, всего лишь на 3 секунды меньше, нежели у барабанного К-91 на его девятом уровне. И там вы через 16 секунд получаете возможность накинуть новые тысячи урона, да, пускай с перезарядкой по 3,5, а здесь 420 единиц. И то, если вы промахнулись, то совсем беда, потому что потеряли огромное количество времени. Также стоит отметить, что существенным минусом по орудию также является время сведения. 5,6 секунды. Почему я сказал, что единственный показатель, который меня сильно смущает, является время перезарядки? Потому что если бы оно не было таким долгим, то тогда не было бы, скажем так, такой незначительной оскомы от времени сведения. Если бы здесь была цифра хотя бы в 11,5 секунд или в 12, то тогда получается, что действительно время сведения занимает половину времени перезарядки. Ну а так, типа, не сильно ощущается. Но по факту действительно ощущается. И когда ты стоишь и пытаешься в кого-то свестись, а в это время твой нижний бронелист уже давно выцелили, в итоге ты плюху получаешь, а ты еще сводишься. Разброс 0,4 и я лично считаю, что это адекватный показатель для орудия с уроном в 420. Ну что уж греха таить, если наделили хорошей альфой, надо чем-то расплачиваться. Но по факту расплачиваешься по нескольким фронтам. При этом всем несущественный ДПМ в 1900 единиц и угол склонения орудия вниз минус 6. Короче говоря, это такой себе косой альфач, который накидывает редко и не совсем метко, но все-таки накинуть может. И я, кстати, обратил внимание, что в последнее время объектов 252У в рандоме, ну как-то стало побольше, нежели раньше. В последнее время эти танки начали встречаться гораздо чаще. Вот такие вот характеристики могу дать по одной и по второй машине. И по этим танкам я добавил в описании вам информацию в виде ссылочек на абсолютно честные обзоры на данные машины. Переходите, посмотрите, может вам это добавит какой-то информации в отношении грамотности принятия решения. Но забегая наперед скажу, отдавать 17,5 тысяч за данный набор необходимо тогда, когда вы ранее хотели приобрести себе за 10 тысяч в составе набора К91 и готовы за 7,5 купить себе 252У. По большому счету этот набор не более чем просто стандартные две продажи двух этих тачек, как они периодически выходят на продажу, но не по отдельности, а в одной корзине. Вот и все. Больше ничего сказать на данную тему не могу. Если есть что добавить вам, то обязательно пишите в комментариях. А если вы за честность, если вы за своевременность и если вы за объективность, то обязательно, обязательно подписывайтесь на данный канал и жмите на колокольчик, потому что нам с вами по пути. А еще приглашаю всех на свои прямые трансляции, где абсолютно бесплатно катаю с ребятами-зрителями во взводе, ну и соответственно вместе весело проводим время. Всем всего хорошего, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok